Всем привет! С вами я Виктория Крокус. Сегодня снимаю видео о покупках из зоу-магазина для моей собаки. Все эти покупки были предназначены для Шарлотты. Также тут не хватает консервы Грандорфа, очень хорошая, кстати, которая моим собакам понравилась. Они ее съели на Шарлотке НДР 15 февраля. И еще тут не хватает бараньих ног и бараньего легкого, потому что их я оставила у родителей дома, чтобы фиге поела. И первое, что купила, это были пивные дрожжи от 8 в 1, очень хорошие таблеточки, витаминки. Это у нас забота о коже и шерсти, извините за мой маникюр, в кавычках, просто абсолютно некогда его менять. 140 вкусных жевательных таблеток, Шарлотке надо по весу одну в день. Нам их посоветовала наша заводчица, так как Шарлотка у нас после юниорской линьки очень сильно полиняла, у нее практически подшерстка не было, то есть очень мало было. И теперь она начала обрастать, я оставлю фотографии, недавно заметила, то есть шерсть стала очень густая, очень пушистая вообще. Девочки-шпицы, они обрастают к 2 годам, то есть до 2 лет она спокойно может еще набирать шерсти. К 2 годам она станет уже очень сильно пушистая. Таблетки очень хорошие, я купила одну пачку, а вот эта у меня уже была, я покупала, когда Шарлотке еще была только щенячья линька. В 3 месяца я их покупала, ей давала, осталось совсем немного, так как нам надо их давать еще достаточно продолжительное время. Я купила вторую сразу пачку, они подорожали, теперь они стоят 450 рублей, вот эту я брала по 380. Она намного сильнее обрастает, становится более пушистая, шерсть становится очень красивая. Хоть она у меня и на сухом корне, все равно витаминки для шерсти шпицам просто необходимы. В период линьки, то есть это генерская линька в 9 месяцев, конечно щенячь в 4 месяца. Витамины очень хорошие, вообще Бреверс, нам еще Лавета от Биофар советовали, но вот эти вот мне больше нравятся. Будем пить теперь. Дальше я купила зубную щетку, тоже фирмы Биофар, она стоила 200 рублей, так как наша старая зубная щетка, она уже стала непригодна для использования, она очень сильно распушилась. Эта зубная щетка мне тоже очень понравилась, мы уже ей чистили зубы, я чищу вот этой маленькой, потом отдаю родителям, они чистят вот с другой стороны, пике. Это у нас для всех пород собак и кошек, я просто на нее раз в неделю наношу зубную пасту и просто прочищаю шерлотки и зубки, чтобы не было зубного камня. Дальше у нас уже идут вкусняшки и игрушки, то что я дарила шерлотке на день рождения. Первое это Петит, суши, здесь очень красивый ерширский терьер нарисован, внутри просто обычные такие вот двухслойные, беленькая и красненькая. В составе у нас курица и треска, тут 50 грамм, я еще не открывала, но это специально для миниатюрных пород, мне вообще нравится как выглядит эта упаковка, очень красиво сделано все, такая маленькая, аккуратненькая. Точно цену я не помню, к сожалению. Купила гипоаллергенную кальциевую косточку с уткой, для щенков она стоила 200 рублей, вот такие вот они внутри, мясо утки на белой косточке. Когда шелтка была щенком, она это съедала, наверное, за час только, а теперь она это съедает за 10 минут максимум, то есть очень быстро начала съедаться, очень быстро разгрузается, больше обрать не буду. Наверное, это для щенячих зубов, которые не такие крепкие, острые. Какие вообще это съедают за 10 секунд? Также состав мне не очень нравится, тут утинофиле, рис, кукурузный крахмал, картофельный крахмал, протеин растительный, кальций, мука даже есть, то есть он вообще испортился. Я вам не советую, вместо этого лучше покупайте косточки утино, это от деревенских лакомств, тут еще в подарок 20% шло. Для мини-пород они намного дольше едятся, хоть они и меньше по размеру, они жестче. Собака от них лучше, об них лучше точит зубки, тут у нас 66 грамм, очень хорошие такие косточки, шарлотки можно по весу даже 3 штуки в день, но я столько не даю, я еще вообще не открывала, когда шотка была маленькая, я и покупала, ей очень нравилось. Костя Шарлотте подарил консерву Анимонда, если вы помните, я так убрала с индейкой для Шарлотты, а это у них появилась новая серия, линейка Экзотик, это у нас с мясом страуса, там еще было мясо кенгуру и мясо буйвола, но Костя выбрал мясо страуса. Очень хорошая консерва, стоила она по-моему 180 рублей, ставь у нас мясо, говядина, мясо страуса, бульон и минералы. Хорошая консерва, я не знаю будет ли у Шарлотки на нее аллергия, у нее вообще нет аллергии ни на что, но вот попробую дать, тут 125 грамм. Извините за мой голос, если он какой-то не такой, просто у меня горло болит. Дальше я купила косточки из жил от фирмы Триол из утки, это не простые косточки, они сверху с мясом утки, тут 6 штучек, составим сыромятная кожа, мясо утки, растительный белок, даже мука и глицерин есть, то есть это тоже не очень хорошо. Они по 5 сантиметров, обыкновенные, то есть для того, чтобы погрызть, поточить зубки, почистить их, также они с кальцием, как я поняла, буду давать. И еще я купила 2 обыкновенные косточки из жил, которые вот по 10 рублей, они обычные, их на очень долгий срок хватает, они не вредные, гипоаллергенные, Шарлотта их любит, давно не брала, вот решила взять. Вот, кстати, Шарлоточка, мы только что искупались, я ее помыла первый раз в новой квартире. Она тут греется в одеялке. Джим Долг, это у нас с Элькарнитином и с лососем, это снеки для дрессура с лососем, там были сырные, мясные, оригинальные, я взяла рыбные с лососем, Шарлотта очень любит. Тут у нас 60 грамм, в составе мясо, сушеное мясо, злаки, рыба и сушеная сайда. На ощупь они достаточно большие, я, наверное, их буду разрезать на 3 части и дрессировать Шарлоттку, стоили 160 рублей. Дальше я взяла такую вот новиночку, давно видела, кстати, но у нас никогда в Ветне не продавали, я заказала по интернету. Это у нас тактид бит фреш снэк для зубов, для свежего дыхания, с хлорофилом смятой, для собак мелких пород. Очень красивая собачка тут нарисована, вообще сама упаковка очень приятно сделана, такого мятного цвета. Обычно такие вот зубные снеки я даю после того, как Шарлотте почищу зубы пасхи, чтобы они лучше прочищались. Еще одна новиночка от Титбит, это мясной гематоген, я сама любитель гематогена, естественно, для людей. А это мясной, я сразу купила, как увидела, стоила он 40 рублей, тут 35 грамм в составе, обогащается железом, нормализует обмен веществ. Я ей давала и Пике, и Шарлотте, им очень обеим понравилось, вот так вот он выглядит, то есть как шоколадка. И состав, кстати, достаточно хороший, лучше, чем у шоколада, поэтому у мяса шоколада, если вы хотите, можете брать вот гематоген мясной. Это называется Fish for Dogs. Масские лакомства, маленькие кубики я купила для дрессировки, вот такие вот. Если вы помните, я такие косточки беру всегда, они очень полезные, то есть они очень хорошего состава, правда они стоят достаточно дорого. Вот это вот я со скидкой за 280 взяла, а косточки я брала почти за 400 рублей. В составе тут просто рыбная кожа, производство Великобритании, очень хорошие такие вот косточки, кубики. Я вообще люблю очень эту фирму, буду продолжать ее брать, Шарлотт их очень любит. Следующие это мини-печеньки Art & Grunge, если вы помните, то в Super Dog Box нам присылали с лососем большие, я решила взять маленькие для дрессировки, это у нас с ягненком. Гипоаллергенные печеньки, здесь 250 грамм, не портит аппетит, идеально подходит для поощрения, тренировки. В составе у нас белый рис, мясо ягненка, цельный дробленный маис, очищенный куриный жир, картофельный протеин, свекольная мякоть, яичный порошок, рыбная мука, пивные дрожжи, рыбий жир и всякие пребиотики. То есть достаточно полезный гипоаллергенный лакомство, еще не открывала, как только у нас закончится старый, я обязательно открою. И последний из лакомств это Wonpi Chicken Bar, это у нас куриные такие вот соломки, которые я разрезаю для дрессировки, тут у нас 100 грамм, кстати, очень даже нравится для хрящей, Шарлотте будет очень полезно, вот такие вот соломки. И теперь перейдем к игрушкам, первая игрушка, которая Шарлотте очень понравилась в моем предыдущем влоге, это от Pet Stages, такой вот шарик с различными петельками. Очень понравилась Шарлотте, она таскает из-за этих петель, поддерживает интерес к игре, подходит для щенков идеально, производство США, я еще планирую вот эту вот купить игрушку как-нибудь, когда в следующий раз буду заказывать. В общем, игрушка нам очень понравилась, ее таскает в зубах, играется, носит, приносит, очень хорошая игрушка, стоила 300 рублей. Эту фирму я очень настоятельно вам рекомендую, для щенков, для собак, кстати, внутри есть пищалка. У нас от этой фирмы очень много игрушек, и все они как новые, в общем, вот даже лежит, вот, очень много игрушек. Дальше мяч, который очень давно хотела купить, это у нас фирма JV, игрушка для собак, мяч с круглыми отверстиями, маленькая, из прочного эластичного каучука, не позволит скучать питомцу. Также внутри можно производство США, внутри можно класть какие-нибудь косточки, чтобы собака могла их доставать. Я эту игрушку беру в основном на улице, кидаю, Шарлотка за ней бегает, приносит мне, также очень круто отскакивает, короче, мячик очень хороший, мне он очень нравится, и Шарлотте тоже. Обычный лось от фирмы Трикси, он плюшевый, мягкий, Шарлотте любит мягкие игрушки, внутри пищалка, стоил 260 рублей. Это фирма Трикси, я очень много от этой фирмы заказала, это у нас мячик на веревке, я такой покупала, похоже, в фикс-прайсе, но он очень быстро испортился. Серия для зубов, очень полезна, веревка с узлом 7 сантиметров. Обычно я, в общем, просто вот так вот вожу перед ней, она за ним пытается бегать, поймать его. Фирма Трикси, это такой вот большой мяч, яйцо 18 на 12, это аналог у нас Джоли Эг, который я очень хотела, но он сейчас стоит после подорожания опять 2200 рублей, это очень дорого. И за 700 я взяла вот такой вот, в общем, собака пытается его поймать, как только она берет его в зубы, он просто отскакивает, и собака, в общем, не может его поймать. Классный мячик, я его вообще покупала за Шарлотте, но он очень большой пришел, поэтому я его отдам фиге. Последняя игрушка, которая очень понравилась обоим моим собакам, это для кошек с кошачьей мятой внутри, удочка с рыбкой, 42 сантиметра. Обычно я играю, просто вожу по полу, собаки пытаются поймать, им это очень нравится. Вообще, у меня уже три кошачьих игрушки для Шарлотки, остальные она разгрызла, вот, и я буду дальше продолжать покупать, потому что ей очень нравятся кошачьи игрушки. Это были все покупки из зоомагазина, в основном, конечно, это был интернет-заказ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите следующее видео, всем пока!